Два идите нахрен! Вау! А вот здесь вот... Ммм... Пулина, что такая кайфовая женщина и без оргазма сидит? Надо же кончать с партнёром. Ну надо же давать лог на оргазмы. Я сама себя не принимаю. Погоди, погоди, погоди. Я этого сейчас хочу. Хочу. Не надо. Захотела, сделала. Всем привет, мои дорогие. Я приветствую вас на своём канале про сексологию, психологию, оргазмы, удовольствия и энергетическое наполнение женщины. И сегодня я с вами поговорю про принудительные оргазмы. Про фразы такие, как «Мне надо кончить», «Он ожидает от меня, чтобы я кончила». «Я не могу кончить, потому что думаю о том, что он думает, что я ещё не кончила». У меня пропала либидо после свадьбы. Вот у моей клиентки на коучинге недавно была свадьба. Она вышла замуж как раз после того, как мы начали заниматься с ней на коучинге. И вдруг пошли проблемы по либидо. Из-за этого какие-то претензии к партнёру, избегания его и так далее, и так далее. Но благо, она проходила в это время коучинг у меня. То есть она натуральна у меня, прям в обучении, в моей программе, в моей поддержке, в моём окружении, в еженедельных созвонах и так далее. Я начинаю спрашивать у неё, в чём дело. Говорит, понимаешь, вот это тос... Вот, блин, просто как, говорит, когда это стало супружеским долгом, так уже и не хочется. Я говорю, вау, приехали, а с чего это вдруг стало долгом? Говорит, ну мы же теперь муж и жена, я теперь секс должна, потому что это супружеский долг. Если честно, я была на секундочку в шоке, потому что я думала, что все уже давно понимают, что эта фраза просто шутка, да? Это не является истиной. Это не значит, что это реально долг. Это просто старая фраза из Советского Союза, но оказывается, во-первых, она глубоко задела подсознание людей, во-вторых, это уже в воспитании людей, в-третьих, некоторые всерьёз к ней относятся, что в, ещё говорят, в браке, а не в союзе, да? В свадьбе, в союзе ты обязана, ты уже должна. Открою вам маленькую тайну. У вас всегда будет протест на слово «надо» и «должна». Всегда. Ну, хотя бы скажите себе, мне желательно кончить сегодня. Мне бы хотелось бы кончить сегодня, а не «я должна». Надо же кончать с партнёром, но надо же давать. Каждый раз, когда вы себе говорите «надо» и «должна», даже если это по вашим любимым каким-то делам, то, что вам раньше нравилось, и вы добровольно, благоприятно к этому шли, у вас будет внутренний протест. Так заложено в вашей нервной системе. Поэтому, когда девушка начинает относиться к своему оргазму или к сексу с партнёром как к долгу, нужности какой-то, надобности, что тебя этого ожидают, от тебя это требует, у тебя будет упадок либидо, у тебя будет блок на оргазмы, у тебя будет включаться голова и не включаться тело. Мысли в голове будут тебя отвлекать, либо ты будешь просто вылетать. Ну, как бы не то, что тебе тело включилось, поэтому голова включила, ты просто вылетаешь сознанием, да, отвлекаешься, и либидо будет падать, а оргазмов не будет. Ну, или они будут только поверхностные, либо только плитеральные. Поэтому давайте уберём из интима секса и оргазмов требовательность. И ещё вот эта вот история, что типа, ну, мы же занимаемся с сексом, надо же это ждать, у меня же тебя кончило, и я весь секс только и думаю, блин, ну как бы кончить, сейчас как бы кончить. Конечно же, этими самыми мыслями ты говоришь себе, что я сама себя не принимаю, я не разрешаю себе проживать эти удовольствия так, как я хочу, я не даю быть собой настоящей, я не принимаю эти удовольствия, потому что я думаю о том, что мне надо кончить, надо, опять слово надо, и естественно, оргазм уходит. Ну, то есть он даже не подходит, он не уходит, он даже не приходит. Убираем слово надо, убираем слово должна, убираем ожидание, спрашиваем себя в первую очередь, а я хочу? А я этого сейчас хочу? Хочу. Я это кому-то должна? Подписывал договор, что я? Подписала договор, обязуюсь ебаться? Нет. Ну, я надеюсь, что вы таких договоров не подписывали в свою жизнь. Всё по желанию. И в этот момент, когда ваше подсознание вас надуривает, да, типа, ну ты же должна, вы же теперь замужем, там, или вы же в отношениях, надо. Погоди, погоди, погоди. Я либо хочу, и я это тогда делаю, и делаю это только потому, что я это захотела. И всё, и больше никакой связки смыслов там нет. Я хочу его, я хочу секс, я хочу секс с ним, мне нравится удовольствие, мне хочется получить удовольствие, мне хочется получить удовольствие с ним. Всё, больше никаких смыслов я здесь не вижу. Но еще потому, что в отношениях было бы прилично заниматься, да идите нафиг, прилично, не прилично, не прилично женщина, заниматься только по желанию. В этот момент, когда у тебя связка смыслов только мое желание, и по этому действия, у тебя поднимается либидо, потому что здесь включается что? Опора для себя и свобода воли. В этот момент у тебя может повышаться либидо, у тебя может включаться тело, ты начинаешь включать азарт, пробовать что-то новенькое, внедрять какие-то фишечки, штучки, какие-то игрушечки, какие-то ласки новые, какие-то предметы новые, какие-то идеи, и тебе уже любопытно это попробовать. Ты делаешь не потому, что, ну, наверное, надо, мы уже три месяца вместе, наверное, пора доставать какую-то ранную пробку, анальную, там, не знаю, не надо, захотела, сделала, не хочешь, не делаешь, все. И в этот момент твое тело расслабляется, твоя душа расправляет крылья, и тогда начинает хотеться, ууу, интересно, какие еще я могу постичь удовольствия, какие еще я могу получить впечатления. Вау, а вот, а вот здесь вот, ммм, и тогда ты не бежишь за этим оргазмом, иди сюда, иди сюда, иди сюда, да, отстань ты от меня, господи, достал уже набегать. Ты говоришь, да не, мне похер на тебя, мне интересно, мне удовольствие, а если здесь перышком, а если здесь льдинкой, ууу, а прищепки на соске, ууу, какие ощущения. И все, и ты включена в игру, ты включена в свое тело, ты включена в свои ощущения. И вот здесь оргазм такой на тебя посмотрит, говорит, Булина, что такое кайфовая женщина, и без оргазма сидит, подойдет к тебе и насладит тебе удовольствием. Понимаешь? Вот так это работает. Есть такая фраза, счастье как кокетливая девушка, только ты за ним носишься, оно от тебя бегает и не хочет на тебя смотреть. А как только ты перестаешь за ним бегать, внимание на себя, удовольствие от себя, она сама к тебе подойдет. Это кокетливая девушка. Точно так же и с оргазмом. Есть даже такая практика, называется оргазм, уйди. И в этот момент ты начинаешь вслух говорить в процессе секса. Вместо того, чтобы, ой, ну только бы кончить, только бы кончить, только бы кончить, только бы кончить, только бы кончить. Ты начинаешь вместо этого говорить, ой, оргазм, уходи, я просто наслаждаюсь, я сильно просто хочу получать удовольствие. И ты начинаешь просто наслаждаться, снимаешь важность с вспышки оргазмичной, снимаешь оргазм с пьедестала, на пьедестал ставишь себя, так как и должно быть, себя, любимую, и свое удовольствие от процесса. Это ключевая фраза. Женщина пришла сюда, чтобы получать удовольствие от процессов, от всех процессов своей жизни. Например, кайфовать от этого кофе. Кружка из Тиффани. Взбитые сливки, там, мне вкусно, понимаете. Я не просто обыгде записываю, а день чудесный, я вынесла свои тыковки осенние уже у меня, осенний декор, все красиво декорировала. Вот настоящую тыковку мы недавно купили на пермесском рынке. Я получаю удовольствие от процесса. Мон бланк, блокнотик, вот, made in Italy, здрасте, я там почти никогда не пишу, но он мне так нравится, я его храню. Вот я периодически там поработаю и все, но он мне нравится, он под цвет кружечки, и я получаю удовольствие от процесса. Как вы думаете мне в постели? Конечно, хорошо, я ни о чем не думаю. Я думаю о своем удовольствии, и в этот момент думаю о удовольствии своего мужчины, как избыток удовольствия моего, и мы оба взлетаем на небеса. И он говорит, вау, как ты научилась такие энергетические оргазмы мне посылать? Я говорю, я тебе ничего не посылаю. Я просто кайфую от себя в моменте. Оргазм, отступи и просто чувствуем свои чувства, слушаем свое тело и наслаждаемся. Если он уже приходит, ну ладно, приходи как хочешь, да, но тогда придет много легче. Вот и все, вот и все. Ты никому ничего не должна. Помню, что фраза супружеский долг, это была блокировка нас на несчастье. Слово брак вместо союз, это была блокировка нас на несчастье. Брак проспался, союз вместе. Вот, поэтому убирайте слова из вашего лексикона, как брачные обязательства, супружеский долг и брак. Вместо этого я выбираю, потому что я хочу. А если вы хотите получить от меня подарок, переходите по ссылке под этим видео, кликайте на нее и получайте от меня сексуальный, яркий, классный, бесплатный бонус для того, чтобы разнообразить вашу жизнь. Мои дорогие девушки, люблю вас, обнимаю. Пока-пока, с приветом из Техаса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok